Нина Краус. Мозг слушает. Посвящается Микке, Расселу, Нику и Маршалу. Часть первая. Как работает звук. Глава первая. Сигналы из внешнего мира. Эта вводная глава рассказывает о сигналах, раздающихся за пределами нашей головы, о звуке. Звук — это всего лишь перемещающиеся туда-сюда молекулы воздуха. Замечательно, что этот простой механизм создает бесконечное разнообразие звуков. От баха до скворчания яичницы на сковородке, от песни «Рокки Рэккен» до копающегося в помойном баке енота. Звуки бывают громкими и тихими, высокими и низкими, консонансными или диссонансными, быстрыми и медленными, грубыми, визгливыми, хаотичными, полифоническими, свистящими или монотонными. Предлагаю вам прочувствовать красоту свойств звука, его компонентов, о которых мы будем говорить вновь и вновь, по мере исследования звукового разума. Звук — это движение. Когда дергают гитарную струну, она заставляет двигаться в воздух в ближайшем окружении. На рисунке 1.1, представленном в PDF-приложении, изображены колебания гитарной струны после щепка. Слева показана струна в свободном состоянии, и справа от нее — дюжина маленьких молекул воздуха. Когда гитарная струна находится в покое, локальное атмосферное давление составляет около 14,7 фунта на квадратный дюйм. Давление воздуха на уровне моря. Когда струну дернули, она быстро отклоняется вправо, и молекулы воздуха прижимаются ближе друг к другу, создавая более высокое давление. Сноска. Это очень-очень небольшая перемена давления. Если я правильно использую формулы и единицы измерения, щепок гитарной струны поднимает атмосферное давление от 14,7 до 14,7003 фунта на дюйм в квадрате. Затем, через очень небольшой промежуток времени, сотые или тысячные доли секунды в зависимости от высоты ноты, гитарная струна движется в обратном направлении, минует исходное положение и смещается чуть левее. Тогда молекулы воздуха справа опять рассеиваются, и давление снижается. Но молекулы не возвращаются сразу к исходному состоянию, как было до натяжения струны. Теперь они рассеяны чуть в большей степени, занимают больший объем, и, следовательно, создают меньше давления, чем было до первого движения струны. Затем они опять сжимаются и опять рассеиваются, и еще, и еще. Каждый раз чуть слабее. И, наконец, движение прекращается. Вибрация затихает, звук умирает. Движение было звуком. И когда движение прекратилось, прекратился и звук. Компоненты звука. Большинство звуков определяются несколькими компонентами. Рисунок 1, 2. Как видимый предмет определяется формой, цветом, материалом и размером. Поскольку звук невидим, компоненты звука не так очевидны, но они чрезвычайно важны для осмысления звука. Я считаю, что если думать о звуке в терминах, составляющих его компонентов, признавая важность того, что происходит с движущимися молекулами воздуха, то его обработка в мозге становится еще более удивительной. Чтобы проследить за этими чудесными компонентами, я считаю, что полезным организующим принципом является представление о звуке в терминах «высоты», «временной развертки» и «тембра». Высота. Высота – это то, что отличает высокий звук от низкого. Звук флейты мы называем «высоким», а звук тубы – «низким». То, что мы слышим и описываем этими терминами, является проявлением физического свойства частоты. Мы слышим высокий звук, когда колебания от высокого давления воздуха к низкому происходят очень быстро, с высокой частотой. Низким звуком соответствуют более медленные изменения давления воздуха с низкой частотой. Высота звука – это категория восприятия, а частота – измеряемое физическое свойство. Нам следует хорошо понимать разницу между высотой и частотой, поскольку они не всегда идеально коррелируют. Частота не в качестве научной меры высоты звука, а как слово английского языка означает число каких-то событий за фиксированный интервал времени. Вы можете получать зарплату два раза в месяц. В городе Тампа во Флориде за год в среднем бывает 78 гроз. Я получаю спам по электронной почте 22 раза в неделю. Во всех этих случаях речь идет о частоте. Число колебаний давления воздуха в секунду отличает высоту звучания флейты от высоты звучания тубы. Число подобных событий в единицу времени в секунду измеряется в герцах. Человеческое ухо воспринимает частоту колебаний давления воздуха в диапазоне от 20 до 20 тысяч герц. Высокозвучащая флейта издает звуки с частотой от 250 до 2500 герц, а низкозвучащая туба от 30 до 380 герц. Забавно, что эти диапазоны частично перекрываются. Непременно напишу концерт для тубы и флейты, где более высокую партию будет исполнять туба. Однако, между частотой звука и высотой, которую мы слышим, не всегда соблюдается идеальная корреляция. Если мы улавливаем высоту звука, если этот звук можно пропеть, частота, на которой мы его пропоем, называется основной частотой. Волновые линии на рисунке 1-4, представленном в PDF-приложении к этой аудиокниге, имеют одинаковое количество пиков и провалов, примерно 35. Так что номинально они имеют одну и ту же частоту. Однако они включаются и выключаются, модулируются, с разной скоростью. И высота слышимого нами звука определяется скоростью модуляции, а не частотой модулируемой волны. Примером служит человеческий голос. Высота, основная частота человеческой речи, варьирует в диапазоне от 50 до 300 Гц. Основная частота речи соответствует скорости открытия и закрытия голосовых складок, приводимых в движение нашим дыханием. Скорость движения голосовых складок у мужчин самая низкая, так что у них более низкие голоса. А у детей самая высокая. И голоса у них высокие. Интересно, что высота голоса разная не только у разных индивидуумов и разных полов, но связана и с некоторыми другими неожиданными факторами. Различия в основной частоте в целом наблюдаются у людей, говорящих на разных языках, а также в разных демографических группах людей, говорящих на одном и том же языке. Возможно, вы и по себе заметили, что двуязычные люди обычно говорят на одном языке на более высоких нотах, чем на другом. Тембр. В музыке тембр – важнейший параметр, позволяющий различить два инструмента, исполняющих одну и ту же ноту. В речи это главное средство для различения одного звука, гласного или согласного, от другого. Мужчина и женщина произносят одно и то же. Основная частота, высота голоса позволяет определить, кто есть кто. Женщины произносят два разных слова. Тембр помогает отличить ее «со» от «су». Физической мерой высоты звука является основная частота, а тембр определяется гармониками, более высокими частотами, чем основная частота. Полезно знать, из каких частот состоит конкретный звук. Речь идет о так называемом звуковом спектре. Спектр камертона состоит из одной единственной частоты и поэтому представляет собой одну тонкую вертикальную линию, как на верхней панели на рисунке 1.5, представленном в PDF-приложении к данной аудиокниге. У этого звука нет гармоник, только основная частота. Естественный звук, такой как «до» первой октавы в исполнении тромбона или кларнета, имеет пик в спектре на основной частоте до первой октавы, соответствующей 262 Гц, а также дополнительные пики на частотах, кратных основной частоте 524, 786 Гц и т.д. Это и есть гармоники, гармонические обертоны. Как показано на средней и нижней панели на рисунке 1.5, представленном в PDF-приложении к данной аудиокниге, не все гармоники обладают одинаковой энергией. Относительный энергетический уровень гармоник является характеристикой тромбона и кларнета и объясняет, почему мы слышим разницу между ними. Уникальный характер гармоник определяется формой и конструкцией инструмента, производящего звук. Аналогичным образом форма и положение языка, губ и носа определяют спектр гармоник, характеризующих разные звуки речи. В зависимости от положения губ и языка и от объема, проходящего через рот и нос воздуха, мы изменяем спектр издаваемого звука. Какие-то из гармоник усиливаются. Как показано на рисунке 1.6, представленном в PDF-приложении к данной аудиокниге, хотя в спектре двугласных звуков есть пики, отстоящие друг от друга на 100 Гц, поскольку в данном примере основная частота составляет 100 Гц, высота пиков, изображенных серыми линиями, очень разная. Это речевой аналог разницы между звуками тромбона и кларнета. В случае звука И, два максимума серой линии приходятся на частоты 300 и 2300 Гц. В случае звука У, они располагаются примерно на частотах 400 и 1000 Гц. Спектр речи имеет выпуклости, области с максимумом энергии, называемые формантами. Интересно, что эти полосы акустической энергии достаточно похожи у разных людей. Человек с высоким голосом имеет пики для звука У где-то в районе частот 400 и 1000 Гц, как и человек с низким голосом. Таким образом, тембр – это восприятие звука, связанное с его гармоническим содержанием. Расположение гармоник и их относительная высота – физические свойства звука, позволяющие нам по тембру определять разницу между двумя инструментами или двумя голосами. В речи группы гармоник выделяются в спектре конкретных слов или слогов. Рисунок 1-7 иллюстрирует полный диапазон частот, основных частот и гармоник, голоса и некоторых музыкальных инструментов. Временная развертка. До сих пор мы говорили о камертоне, отдельных музыкальных нотах и гласных. Все это примеры звуков, устойчивых на протяжении какого-то времени. Однако существует группа звуков, для которых определяющей характеристикой является время не в том смысле, когда начинается и заканчивается звук, как слог или музыкальная нота, а в том смысле, как и когда звук развивается во времени. К этой группе относятся согласные звуки. При произнесении некоторых согласных звуков временная развертка играет важнейшую роль. Произнесите вслух слово «был». А потом слово «жил». Можете описать, чем различаются механические движения вашего рта. Это довольно просто. В первом случае ваши губы смыкаются, а язык занимает некую нейтральную позицию. Во втором случае губы слегка приоткрыты, а задняя часть языка прижата к небу. А теперь скажите «бил» и «пил». Это сложнее. В чем тут разница? Механическая разница между произнесением «б» и «п» не так уж очевидна. Язык и губы в обоих случаях находятся фактически в одном и том же положении. Основное отличие заключается во временной развертке, когда вы начинаете произносить гласную, то есть когда голосовые складки начинают издавать звук «и». Произнося слово «бил», вы включаете голос почти сразу. Однако при произнесении слова «пил», между тем, как ваши губы раскрываются, и тем моментом, когда вы начинаете произносить гласный звук, имеется очень короткий промежуток времени. В верхней части рисунка 1.8, представленного в PDF-приложении, изображена звуковая волна слова «бил». В нижнюю волну я включила паузу длительностью 1,20 секунды. Все колебания двух линий идентичны, за исключением этой добавленной паузы. Небольшой паузы до начала произнесения «и» достаточно, чтобы вторая волна отчетливо звучала, как «пил». Различие во времени в несколько долей секунды создает значительные различия в речи. Это одна из многих причин, почему для обработки таких едва заметных изменений звука нам с вами требуется сверхбыстрый слуховой мозг. Анализируем изменения частоты во времени. Такие различия во временной развертке, как «бил» и «пил», хорошо видны на графиках временной зависимости типа, изображенного на рисунке 1,8, представленного в PDF-приложении к данной аудиокниге. Различия в частоте, как в «и» и «у», отражаются на спектрах, подобных тем, что представлены на рисунке 1,6. Однако ни один из графиков не смог бы показать акустическое различие между звуками «б» и «г». Здесь дело заключается в изменении частоты во времени. Чтобы правильно описать различия между «б» и «г», нам нужен третий и последний график, называемый спектрограммой. На верхней панели на рисунке 1,9, который вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге, представлен простой пример, изображающий звуковой тон, который со временем переходит от низкочастотного к высокочастотному и обратно, как в одобрительном свисте при виде чего-то впечатляющего. Вспомните звук сирены или представьте себе, что водите пальцем по клавиатуре фортепьяно. Различие между согласными в слогах «ба» и «га» определяется изменением частот полос акустической энергии во времени, нижняя панель. Верхняя полоса гармоник для «ба» и «га» одинаковая. Она изменяется во времени от низкой до высокой частоты, пока не выравнивается на звуке «а». Но на нижней полосе два слога различаются. В случае «ба» частота изменяется от низкой до высокой, а затем выравнивается. В случае «га» звук начинается на относительно более высокой частоте, а затем снижается. Частотные модуляции ЧМ или ФМ от Frequency Modulation – важная характеристика звука, которая отражает это изменение частоты во времени. Таким образом, в обоих наших примерах с парами согласных звуков «бп» и «бг» временная развертка является важнейшим фактором, который необходимо учитывать. В случае слогов «ба» и «па» время является необходимым и достаточным элементом для выявления различия. В случае слогов «ба» и «га» различие определяется взаимодействием обоих факторов времени и частоты. Хотя мы способны уловить и выделить эти звуковые различия, замедлив произнесение и произведя измерения. На практике они произносятся слишком быстро, чтобы мы могли осознанно воспринимать отличающие их параметры. Удивительно быстро. Подумайте об этом. Знали ли вы о разнице между «ба» и «га» в контексте компонентов звука до того, как я вам об этом рассказала? Понимали ли вы, что пара мгновенных частотных модуляций может превратить бегого дога в беглого бога? Я совершенно определенно не могу определить на слух, что какая-то энергетическая полоса поднимается в «ба» и опускается в «га». И эта скорость и тонкость объясняют сложность восприятия согласных звуков и требуют применения фонетического алфавита. Антон, Борис, Василий, Григорий. Тонкость и сложность дифференцирования и трудности в восприятии этих звуков у некоторых людей имеют интересные последствия для речи и даже для чтения, как мы увидим далее. При обсуждении временных параметров мы сконцентрировались на речи. И это не случайно. Речь функционирует в гораздо более быстрых рамках, чем другие звуки, включая музыку. Например, «аллегро» — это музыкальный темп в диапазоне 120-170 ударов в минуту. Для простоты давайте рассмотрим музыкальную пьесу в темпе «аллегро» в ритме 150 ударов в минуту. Это соответствует 2,5 ударам — четвертным нотам в секунду. Так что каждая четвертная нота длится целых 400 миллисекунд, тысячных долей секунды. Одна восьмая — 200 миллисекунды, а одна шестнадцатая — 100 миллисекунды. Пьеса «Полёт шмеля» исполняется в еще более быстром темпе — престо. И интересно тем, что обычно для восприятия двух нот раздельно нам требуется целых 100 миллисекунд. Заставив шестнадцатые доли главной темы звучать по 80-85 миллисекунд, римский Корсаков превратил ноты в нечто, напоминающее жужжание шмеля. Однако с речью совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова